Идея отличная, а вот результат подкачал. Старт футбольного сезона многие жители столицы Черноземья встретили на Адмиралтейской площади, где для всех желающих на большом экране транслировали матч первого тура российской премьер-лиги. Воронежский факел против московского Динамо. Дебютный показ объединил около 4000 болельщиков. И если счет на табло поклонников огнеопасных разочаровал, то новая площадка для просмотра явно пришлась им по вкусу. Вместе с остальными фанатами атмосферу этой локации прочувствовал наш корреспондент Евгений Жакот. Атмосферу создает не место. За нее отвечают люди. Особенно это было заметно на Адмиралтейской площади, где в субботу собрались болельщики Воронежского факела, чтобы на большом экране посмотреть футбол. Гостевой матч первого тура российской премьер-лиги. Огнеопасные против столичного Динамо. Люди не смогут, не будет у них время прийти на стадион, или там билеты закончились, вот они могут сюда прийти и посмотреть. Когда будут игры в Воронеже, я приду на стадион, а когда будут игры гостевые, я приду сюда. Соперник – команда плотная и выливая. Неудивительно, что у белоголубых в столице Черноземья тоже нашлись фанаты. Болеть за своих пришли воспитанники детской школы Динамо. Факел – это в свою меру хорошая команда. Если ее сравнивать, например, с Оренбургом, то это достаточно хорошая команда. А что ты можешь сказать про Динамо в таком же стиле? То, что там есть больше сильных игроков, на которых можно положиться и которые могут забить гол. Совместный просмотр на Адмиралтейке объединил без малого 4000 воронежцев. Для сравнения, на игры Факела обычно приходит в три раза больше. Но, судя по всему, потерю бойцов отряд фанатов заметил не сильно. Атмосфера на площади была схожа с той, что из раза в раз царит на стадионе. Болельщиков начали запускать всего 10 минут назад. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь, сколько их уже собралось. Все заняли свои места, это при условии, что многие до сих пор остаются в очередях. Ажиотаж перед матчем большой, мы все с нетерпением ждем его начала. Первый тайм для Факела выдался крайне неудачным. Буквально через несколько минут после стартового свистка огнеопасные пропустили быстрый гол. Такие моменты всегда сильно влияют на настрой, причем у обеих команд. Увы, оперативные попытки отыграться успехом не увенчались. И тогда футболисты «Динамо», что называется, на кураже увеличили преимущество. К сожалению, впереди наших болельщиков ожидал еще один неприятный сюрприз. На 28-й минуте счет для первого тайма стал уже совсем неприличным. 3-0. Надежду в сине-белые сердца вселяло только удаление полузащитника «Динамо» Даниила Фомина. Но реализовать численное преимущество так и не получилось. Перерыв. Ожидали лучшего, конечно, но будем надеяться на лучшее. Остаемся на второй тайм. Ну, мне кажется, немножко ребята как-то в защите. Братарь наш любимый Александр не виноват. Вот, как-то немножко чуть-чуть упустили игру, может быть, в начале. Возможно, мастерного нужно выпускать вместо Брахиме, потому что удивительно, но Брахиме прям, я думал, что он прям будет тянуть, а пока подводит Брахиме. Поэтому нужен именно боец на фланг, который будет клевать, клевать, клевать бесконечно там на этом крае. Вторая половина встречи для подопечных Черевченко выдалась куда более продуктивной. Огнеопасные активно прессинговали и создавали моменты, пусть зачастую не слишком острые. Свои плоды это принесло только на 74-й минуте. Именно тогда болельщики были, наконец-то, вознаграждены за свои ожидания. И все-таки добились своего. Ребята, факел забил. Делали все-таки Евгений Марков. И посмотрите, что творится сейчас на Адмиралтейской площади. Люди ликуют, люди часто, несмотря на то, что еще только 3-1. Да, скорее всего, этот матч уже не вытащат. Хотя, чем черт не шутит, кто знает, может быть, нас ждет ничья или победа. Чудеса для футбола не редкость, но это явно не тот случай. Ничья, а уж тем более победа в этом матче остались только в мечтах воронежских болельщиков. Радует, что сезон только начинается, все игры еще впереди, а значит, огнеопасные еще успеют отыграться. Эмоции не самые лучшие, но яркие, тем не менее. Не своя территория, не наш родной Чернозем, не наш родной Чернозем, не наша территория. Без поражений не бывает побед. Будем болеть дальше, будем смотреть матчи, будем, ну... Ребята, а как вы оцениваете вот это нововведение, что теперь на Адмиралтейской площади можно посмотреть? Замечательно. Вопрос замечательно. Это действительно культурное развитие города в первую очередь, если я отдельно от футбола. Скажите, будете в дальнейшем посещать Адмиралтейск? С удовольствием, постоянно никогда не пропустим. Завершилась встреча, счет 3-1, к сожалению, Факел потерпел поражение. И сейчас среди болельщиков очень многие критикуют любимую команду, но стоит брать в расчет тот факт, что ребята банально не сыграны. Очень много изменений в составе Факела, много кто ушел, много кто пришел, не все смогли выйти сегодня на поле даже среди них. Поэтому такой результат, поэтому не получилось победить сегодня, но один гол, тем не менее, забили, это хороший задел на будущее. Поэтому мы верим в лучшее и верим в победу Факела. Не скрывают своего разочарования прошедшим матчем и сами огнеопасные. Капитан Ираклий Квиквискирия по итогам встречи заявил журналистам, что это была заслуженная победа «Динамо». Москвичи оказались намного быстрее, а Факел играл без привычного драйва. Далее цитирую. Будем пахать и исправлять ошибки. На это настроены тренерский штаб огнеопасных. После поражения от «Динамовцев» в раздевалке состоялся жесткий разбор полетов. Но один позитивный момент главный тренер Игорь Ичеревченко все же выделил. После трех пропущенных голов воронежцы не опустили руки. После счета 3-0 мы могли в первом тайме забить. Более легко накровно сыграли бы. Но то, что голы пропустили, я думаю, таких голов нет, чтобы так легко нам забивали. Сейчас погорочим следам. Я не собираюсь пока ничего говорить. Надо проанализировать игру, делать правильные выводы и идти дальше. Потому что с любой игры, что выигранное, что проигранное, есть позитивный момент. Мы больше на это акцент будем делать. Готовки к следующей игры. Матч следующего тура «Факел» проведет 27 июля против Тольяттинского «Акрона», который на старте сезона в упорной борьбе уступил столичному «Локомотиву». Встреча с дебютантом РПЛ для воронежцев будет первой на новом стадионе на улице Маршака. Начнется она в 20 часов.